Всем привет! Меня зовут Даня и мы рисуем вместе с вами. Сегодня мы нарисуем интересную работу. Нарисуем мы синичек на рябине. Такая осенняя работа, осенние птички, которые сейчас очень активные, летают везде, чирикают. Начнем мы нашу работу. А, мы выполняем работу, во-первых, куашью. Нам нужен лист бумаги, баночка с водой, палитра. Ну, в принципе, можно обойтись без нее, но лучше, чтобы она была, смешивать цвета. И кисточки. Средняя, поменьше и побольше. Начнем мы с желтого цвета. Берем на кисть желтый цвет и начинаем в листе размещать наших будущих птичек, синичек. Берем, рисуем один кружочек, закрашиваем его сразу же. Второй. Допустим, две у меня будут рядышком сидеть. Закрашиваем. И третий на веточке повыше. Закрашиваем. Промываем кисточку. Хорошо промываем, чтобы не оставалось на ней цвета. Кладем. Берем кисточку поменьше. Смачиваем водой. Берем на маленькую кисточку оранжевый цвет. Оранжевым цветом мы рисуем сразу лапки синичком. Раз, два ножки. И добавляем три пальчика спереди. Тоненькая кисточка, чтобы они были у меня тоненькими. На второй лапки. И второй. Синички. Раз. Рисуем коленочку. Второй тоже. Раз, два. Три пальчика спереди, один сзади. Все. Мазочку нарисуем схематично. И у третьей синички то же самое. Пусть такая пушистенькая будет сидеть. И сзади. Нарисовали. Оставляем этот же цвет. Он нам еще пригодится. Берем снова среднюю кисть. На нее черный цвет. И начинаем рисовать нашим синичкам головы. Очень осторожно рисуем. Смотрим. Голова у нас. Вот такой вот формы у синички. Есть такая полосочка на грудке. Добавляем. И на голове обязательно оставляем вот такое вот белое пятнышко, на котором у нас уже располагается глазик. И аккуратно закрашиваем. Если у кого-то не получилось нарисовать вот это белое пятнышко, мы можем поверху черного потом взять белило и просто дорисовать. Так что не пугаемся, если что-то сразу не получается. Так, нарисовали. Оставили белое пятнышко. Закрашиваем черным. Кому сложно делать среднюю кисть, вы можете взять маленькую. И то же самое у третьей птички. Грудку, голову, пятно для глазок. Глазки потом будем делать маленькой кистью. Дальше. С противоположной стороны от головы мы рисуем хвостик. Хвостик вот такой широкий. Мазками его прям нарисовали. То же самое в другую сторону. Так раз. И у вейдра осталось. Уйдет за пределы листа. Пусть так будет. Дальше рисуем крылышки. Пусть у этой крылышки у меня будет раскрыто. Я его рисую вот такой дугой и добавляю мазками прям перышки. Мы сейчас крылышки еще будем доделывать другими цветами. Сначала прокрываем черным. У этой пусть будет закрытое крыло. Рисуем дугу и добавляем перья сложенные. Так вот. У этой пусть тоже раскрытая крыла будет. Нарисовали. Промываем кисть. Берем оставшийся у нас с ножек оранжевый цвет и рисуем клювики оранжевого цвета. Раз. Треугольничек. Два. Получился раскрытый клювик. Второй птичке. Просто треугольничек. Будет закрытый клювик у нее. И у этой она тоже летит куда-то. Еще велико это. Тоже раскрытый клювик. Нарисовали. Промываем кисть. Берем черный цвет и продолжаем делать. Следующим этапом мы делаем глазки. Обязательно маленькой кистью. Потому что даже мне сейчас будет сложно ровненько, аккуратно попасть. Рисуем черный глаз. И клик у меня здесь не получилось оставить. Я его поставлю потом белилами. Тогда везде я сделаю белилами и потом блики. Рисуем черные глазки и потом белилами будем поверху ставить. Сделали. Промываем снова кисточку. Берем средний. Приступим ко всему остальному. К нашей ветке, на которой будут птички сидеть. Мы берем коричневый цвет достаточно густо. На среднюю кисть. И начинаем от края листа. рисовать веточку. На лапке желательно не заезжать. Аккуратно их обрисовываем. И закрашиваем. Ветка от основания толще и в другой сторону становится тоньше. Для второй синечки нарисуем веточку выше. Прямо палатку. И опять она становится выше, тоньше. И рисуем ответвление от основных веточек. Тоже начинаем от основания в другую сторону. Рисуем веточки. после веточек мы сейчас нарисуем гроздь и рябины. Допустим, здесь будет висеть здесь в эту сторону. Сразу же если я решила, что здесь беру, рисую направляющие где у меня гроздь рябины будет висеть веточки, на которых будут ягодки. Из одной точки я рисую такие палочки направляющие. Продолжим, добавлю здесь еще тоже ветки. Веток достаточно, на мой взгляд. Промываю кисть снова очень хорошо. Беру снова маленькую красный цвет на маленькую кисточку и начинаю рисовать ягодки на вот эти веточки, которые мы оставляли. Рисую круглые ягодки и желательно на них оставить блики. Потому что ягодки у нас спелые, сочные, на них падает свет и оставляет с одной стороны всегда блик. Так, нарисовала одну ягодку, приступаю ко второй. не слишком сильно прорисовываем все-таки это у нас все-таки не слишком близко к нам. Детали мы можем не видеть какие-то. Так, нарисовали. дальше осталось нарисовать осенние листики. Для этого я буду использовать желтые, оранжевые и красные цвета. И листья у рябины я рисую способом вот таким примакивания. Я прикладываю кисть и отпускаю. Получается очень красивый такой лист. В разных частях листа беру добавляю листики. Получится такая очень яркая осенняя работа. Желтый тоже использовать буду и зеленый еще. зеленого на мой взгляд сейчас не хватает. Беру два добавлю. Оп. у меня даже вот здесь не нарисовано направляющие, но я хочу сделать здесь листик, просто беру и делаю. Представляю это, что на оси он у меня находится. сюда хочется добавить. Дальше промываем кисть. Мне осталось немножко дорисовать на крыльях узорчики. У нас у синячки крылышки они с таким голубеньким оттенком и шапочка на голове тоже голубая есть у нее. Я беру голубой цвет, смешиваю с белилами и еще с белилами надо смешать чуть больше. Начинаю вот такими мазками рисовать. Одеваю шапочку на голову. здесь тоже и здесь на крылышке. И остается доделать все белилами. Промываю кисть очень хорошо. Беру белый цвет прям густо. Если он грязный у кого-то промываем хорошо. Белилами дорисов и блевик, которые у меня не получились изначально. И добавляю еще узорчики на крылышках. Такие пятнышки на границе с голубым цветом. Вот такие симпатичные достаточно простые синички у нас получились. надеюсь у вас тоже получились классные работы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и до следующих уроков. Пока-пока. вода. Редактор субтитров